Давай-давай! Что думали? Становая тяга сегодня будет? Хрен вам! Тайдзи будет сегодня! Целый день! Ха-ха-ха-ха-ха! Продолжайся, кстати. Ну, всем добрый день! Кто первый раз? Поднимите руки. Ну, вот видно, они качки набежали, эти цыгунцы. Значит, братцы, мы сегодня решили... Спасибо Мише Кокляеву, огромный, близкий мой товарищ, наш гениальный российский спортсмен, восьмикратный обладатель Кубка России по тяжелой атлетике, стронгмен и все-все-все. Участник Арнольд Классик, неоднократный по стронгмену. И просто замечательный человек, поэт, баянист. Баяниста в нем люблю больше всего. Миша давно практикует цыгун совместно со мной. Сегодня мы секретами поделимся. А если серьезно, братцы, мы сегодня хотим поговорить о становой тяге. Бьете спину. Опять же, периоды восстановления. Вот я там сдуру, как все, в принципе. Кажется, чем больше, тем лучше. Вот уже и на неполной амплитуде. Я делал два раза в неделю. У меня болит спина и болит. Наругались друзья знакомые. Делай раз в десять дней. Тяга такое упражнение серьезное, даже с небольшим весом. Она дает невероятный эффект. Делаю раз в десять дней. Хват идет. Спина не болит. Сейчас я передам... С Мишей пришли еще его друзья, которых он сам представит. Внимательно слушаем. Сейчас будет теория. Потом притащат гриф наш. Опять же, гриф у меня индивидуальный. Он укороченный, потому что у меня же на лестнице и вся эта история. Его мне сделали, посмотрите. Классная вещь. И потом попробуем поработать. Потом на Мишину... По Мишину я принес тут немножко подарков. Спортпит от Микливаба. Денис принес подарки. Мы... Где они у нас? Целые две сумки. И вот самые бодрые... Мордатые не участвуют. Вот эти профессиональные спортсмены. Иди оттуда. Иди, спрячься. Все те, кто пришел за цигун и за прочее, мы тут же рядом находимся. Делаем цигун. Не мешаем ребятам. Внимательно слушаем Мишу. Не перебиваем. Я сейчас сразу скажу. У нас на площадке вот там парень Антон Шмель. Боксер, мастер спорта по боксу. Он готовится к выполнению рекорда в мной. Им придуманный, мной названным комплексом под названием Шмель. Это... Он собирается на SNPRO 6000 отжиманий в миксе сделать с джампингами. Вот. Поэтому... Но это реально очень тяжело. Он зарубался с кроссфитерами. Кроссфитеры на 500 отжиманиях просто отказался дальше продолжать. Сегодня будет 3000. Кому будет интересно, я думаю, где-то около 400-500 он уже сделал отжиманий. Вот. Дальше. Александр Пересвет, который... От которого сегодня буду я ломать его жизнь. Это кирпичи. То есть чуть-чуть попозже мы это все сейчас сделаем. А я... Хочу вам сказать, чтобы рассказать про становую тягу. Становая тяга – упражнение, определяющее абсолютную силу человека. Потому что многие спортсмены начинают... А почему не жим лежа? Почему не толчок штанги с пола над головой? Это все специфично. Это все для людей, которые ежедневно тренируют эти упражнения. В технику. В технику. Допустим, жим лежа. Что для жима лежа нужно? Для жима лежа нужна доска жимовая. Для жима лежа нужны страховщики. Как минимум один. Помимо штанги. Уже три фактора. Но уже для того, чтобы пожать много. Для становой тяги, для определения абсолютной силы человека, есть одно упражнение, называется становая тяга. Это палка на полу. Страховщиков вам не надо. Больше оборудования вам не надо. Можете на траве. Можете на асфальте. Можете дома на палате. Можете на паркете. поставить на штангу такой вес, которую вы сможете поднять. А потом такой, который не сможете. Который вы смогли поднять. Это определяет вашу абсолютную силу. При всем уважении к Юрию Власову. Тем самым он говорил, что тяжелая атлетика именно толчок. Определяет абсолютную силу человека. А абсолютную силу профессионального атлета tô Wolts, абсолютную силу обычного человека, идущего по улице о том, что это палка. Поэтому это раз . Второе. Почему я пропагандирую это упражнение, почему я его, так скажем, продвигаю? Это упражнение, помимо простоты, оно еще и многогранно в плане развития физической силы человека. То есть в приседе и в жиме лежа, вот возьмем профильное упражнение из силового троеборя, в приседе нога спина, но спина настолько она в статическом положении, руки в приседе вообще не... То есть сановая тяга это упражнение, которое развивает все группы мышц, поверьте. И грудные, и предплечья, руки, да, и ноги полностью, все разгибатели и сзадию поверхность бедра. То есть, и дальше больше скажу, кто запомнит, что секрет хорошей становой тяги, где когда на морально волевых люди поднимают, это сильная задняя поверхность бедра. То есть это система лебедки получается. Если задняя поверхность бедра очень сильная, вы можете тянуть долго, вот так, но вы ее все равно вытянете. Что происходит? Разгибатели и задняя, как стабилизатор, не дают вам опуститься обратно. Поэтому один из секретов наработки и развития становой тяги, нужно обращать внимание на заднюю поверхность бедра. То есть это экстензии в блоке, вот эти всяческие, да, румынская тяга, то есть широким хватом, почти что на прямых ногах, и гудмоддинге. То есть это мы должны учитывать и в развитии становой силы, становой тяги. Дальше. Я всегда на своих семинарах говорю, вот скажите кратко о тренировочной цикличности в становой тяге, вообще в пауэрлифтинге, вообще во всех движениях, что связаны со штангой. Рывок, толчок, тяга, приседания, где поднимается штанга. Вот грубо говоря, нет ничего, кроме штанги. Вот я буду висеть на одной руке над пропастью, и сверху выйдет такой новичок, который меня, в принципе, поднять не сможет наверх. Но он спросит, Михаил Викторович, тренировочная цикличность быстренько в двух словах. 5 по 5, 70% и полетел. Все. То есть, понимаете, это универсальное количество килограммов, 5 подходов по 5 подъемов на 70% от вашего максимального веса. Поднимает молодой человек 100 килограммов, поднимает. Сколько у него 70%? 70 килограммов. И на 70% 5 по 5 ты можешь работать, не выходя из зоны риска. Зона риска начинается 75-80, ты выше. Что у нас любят делать молодежь, а не только молодежь, а люди, так скажем, несведомые в плане тренировочной цикличности? Пришел то же самое в жиме лежа. Пришел молодой человек, поставил 50 килограмм, пожал. Поставил 60, не пожал. Надо отдохнуть. Отдыхает он максимум неделю, минимум 3 дня. То есть, понедельник пришел, не пожал 60, в среду пришел, давай попробуем. Опять жмет 50, опять ставит 60, опять не жмет. А это на всякий случай это максимум. Максимум. Во-первых, ты в зоне риска по травматизму. Во-вторых, это начинает потихоньку тебя заставлять разлюбить этот спорт. Потом есть такие люди, ты по таксистов, которые говорят, да я спину сорвал, все это ерунда, я этим не занимаюсь больше. А почему так? Потому что или рядом не оказалось нужного правильного тренера, или человек в голове без царя. Понимаете? То есть, курочка по зернышку клюет и весь двор в говне. Вот, примерно так. То есть, самое главное в становой тяге, это рутина. Еженедельная, ежемесячная, полугодовая, годовая. То есть, 70%, вот как делается, 100 дней это один мезоцикл. Макроцикл это годовой цикл, макроцикл, там в нем два мезоцикла происходит, по 100 дней каждый. Вот у нас должно быть два основных старта в году. На больше человеческий мозг любого, новичка или профессионала, он не способен выдать на максимум на гора. Если мы будем выступать каждый месяц, мы будем выступать хорошо, но мы не будем прибавлять. У новичков это может получаться, но опять же до поры. Поэтому наша задача 100-дневный, 13-недельный цикл, который состоит из 13 микроциклов, из 13 недель. То есть, я могу это все скинуть, конечно, Николаевичу где-нибудь, он это распространит как-то. Мы через группу, да, мы через группу, ребята, выложим через нашу. Там подсобки, там нет, там только есть конкретные цифры по поводу, сколько ставить на штангу. Так, дальше, следующее, это разобрали. То есть, если вы хотите заниматься и не знаете как, 70%, 5 по 5. Там, будете ли вы в армии, будете ли вы в тюрьме сидеть, или на вахте где-нибудь нижневартовский на газовом кусту, да. Или еще где-то, если у вас будет железка, если у вас будет штанга, ребята, поверьте, не важны ни мороз, ни условия. Одного часа работы вам будет хватать. Именно, допустим, вот до становой тяги, если работать, часа вам будет хватать для того, чтобы носить ноги и спина. Подходами очень важно, вот, перерывы. Как учил меня мой тренер, восстановился пульс до 90 ударов, подходи. Понятно? То есть, ты по пульсу ориентируешься? По пульсу ориентируемся, по пульсу ориентируемся. Бывает так, что, ну, у человека 90, это его природный пульс. Вот молодые люди там есть, которые, так скажем, гиперактивные. 90 для них это нормально. Мой пульс 75 ударов. Есть ребята и 90, да. И вот 110 для него это рабочий такой, как бы, он в зале тренировочном при этом пульсе находится. Это, я говорю, второе. По восстановлению дыхания. Дыхание восстановилось, подходим. Вот и все. Вот это называется тренировки без надрыва. Есть тренировки такие, что ты прям себе даешь минуту между подходами. То есть, ты сделал, посмотрел, минута подошла, опять делаешь. Тогда вес вес вниз. Нет, вес тот же самый, но это для силовых экстремалов больше. Если мы говорим об ОФП, а мы сегодня говорим о тяге, я говорю для тех людей, которые не собираются ставить мировые рекорды. Я говорю о том, что становая тяга – это упражнение для всех видов спорта, как развивающее упражнение. И для представителей боевых единоборств, и для представителей легкой атлетики, и для представителей и плавания, и тенниса, и всего. Сильная, хорошая спина, хорошая накачанная спина – это залог всего вашего здоровья, вашей крепости. Миша, а перерывы раз в сколько дней ты делаешь? Я делаю, у меня получается две тяги. Помимо того, что у меня три гиперэкстензии в неделю делаю. То есть, гиперэкстензия для меня – это как упражнение, как зубочистик. То есть, это обязательно нужно делать. Упражнение, которое укрепляет вашу спину, держит ее в тонусе. Основная большая тяга у меня в пятницу, основная. И подготовительная тяга в день приседа – это в понедельник. Румынская тяга, в подсобные тяги выходит тяга с плентов. А максимумы какие у тебя в этот день? Вот на каких весах ты работаешь? Ну, допустим, в понедельник я работал. У меня немножко с травмой сбился график. А как должно быть? Я приседаю 263 по 3. Это ты в процентах, скажи, от максимума. Это от максимума, 3360 у меня, это получается где-то 70%. Ну, так и есть. 70% вот так и есть. 70% я присел на плечах от максимума. И я делаю где-то процентов 56%. То есть, ты 20% еще убавляешь, по половинке делаешь? И делаю я на тягу уже, дополнительную тягу. Допустим, румынская тяга у меня 190, 200, 220, один подход на 5 раз. Один подходит? Один подходит. А если поработать, 190, 3 по 5. Это подсобная моя тяга в понедельник. А в процентах это сколько? В процентах 190, но это получается, это 50, это меньше 50%. То есть, друзья, вы увидите, да? Вы на килограммы не смотрите, смотрите на процент. Если мы берем 417,5, я считаю сейчас от 400. Если мы берем 400 за 100%, соответственно, 50% это 200 килограммов. А ты еще ниже ухожу. А я еще ниже ухожу. И этого, ребята, достаточно, поверьте мне. Поверьте мне. Потому что все, весь объем работы мы набираем за неделю, а не за один день. И не берите себе в основу то, что, как олимпийская система, понедельник, среда, пятница это важные дни. Важные дни для вас это каждый день. Работаете вы двое через двое, работаете вы сутки через трое, или три дня подряд работаете, три дня отдыхаете. Вот те дни, которые вы три работаете, вы работаете. Те дни, которые вы отдыхаете, вот вы и сделаете. Грубо говоря, понедельник, вторник, среда вы работаете, четверг, пятница, суббота отдыхаете. Вот сделайте, в четверг сделайте присед, в пятницу сделайте жим, а в субботу сделали становую тягу. Все. И организм ваш к этому привыкнет по одной и той причине, что у вас будет четкая цикличность тренировочная, если вы не будете перешагивать за рамки килограммов, которые вводят в зону риска. То есть мы должны оставаться в разумных процентах, вот и все. И я вам скажу честно, становая тяга, еще раз повторюсь, это упражнение, которое поднимает всю силу в теле. Я еще раз говорю, что касается, кто занимается грэпплингом, кто занимается боксом или занимается еще какими-то единоборствами, поверьте, если у вас хорошая, крепкая, сильная спина, вот мальчик, допустим, пришел, да, юноша, вот вы весите 73-75 килограмм, правильно, да? Потому что, ну, становая тяга, если вы будете тянуть 220-230 килограмм, я ошибусь с вами драться. Потому что, раз, а ты скомпоновался, я такую разу, я думал, сейчас этого кузьму я и сам возьму, да? А на самом деле, раз и попал, а паренек 230, у него становая тяга. Очень реально при таком весе. Конечно, реально, у меня парень, я тренирую парня, весит 88 килограммов, он сделает становую тягу 370. Давай про Украине рассказывай, штанг, я не сниму. Про него он вот так вот выглядит, ну, чуть повыше. Он такой стройный парень, у нас штанга появилась. Внимание, только она мокрая, ребят. Те, кто на цигунчик, со мной под деревья, туда остальные к Мише, ребят. Давайте. Работаем все время в лямках, а за две недели до выступления, лямки снимаем. На самом деле, все наоборот. Все разы, которые до пяти, вы можете работать без лямок. Все разы, которые больше пяти, семь, десять, вы можете использовать для лямки. В румынской становой тяге вы можете использовать лямки. Дальше. Поэтому делаем перед соревнованиями мы за две недели для того, чтобы вот эти все маленькие мышцы, связки восстановились. А они, вот эти связочки, восстанавливаются, несмотря на то, что они маленькие, они восстанавливаются гораздо медленнее, чем большие группы мышц. Это не мной доказано, не мной придумано. Это сделано сквозь года именно пауэрлифтерами, а не штангистами. Ну, штангисты за голубая кровь, белая кость, да, у нас все наоборот, да. Поэтому мы стараемся в период всей подготовки не использовать лямки. Мы используем лямки только тогда, когда остается две недели-десять дней до выступления для того, чтобы отдохнули кисти. Это раз. Второе. Виды хвата. Здесь, конечно, мы в замок штангу не возьмем. Есть хват в замок. 415 я тянул в замок, потом мне сказали, Михаил, почему стали делать разнохватом? Потому что, когда я тянул 415, я весил 150 килограммов, а когда я начал тянуть уже 417, я начал влечь 160. И пальцы стали как сосиски. Мне просто неудобно их держать, просто стали толстые, пухлые пальцы. Поэтому давайте уйдем от этих сложностей, да. Хотя вот этот хват, он, как показала практика, оправдывает. И там замком таким преткновение. И никто не может понять, почему здесь идет, она идет, а здесь тебя сносит вот сюда, вот в эту сторону. Поэтому берем против... Играл ты под правую, бери под левую. Играл под левую, бери под правую. Сегодня у нас на полунахсин 50 от силы Рукова. Кстати, я отмечу, хорошие вещи делаете. Так скажем, противопоставляете западу нас. Это очень хорошо. Я тоже люблю с ней обобороться в плане всяких каких-то вещей. Становая тяга. Что мы делаем в первую очередь? Что мы... На что обращаем внимание? И еще раз говорю. Если мы сейчас начнем тянуть Аполлон Аксель, вся геометрия изменится, ну, край. Все изменится абсолютно. Потому что толстый гриф... Ладно, еще разнохватом, может быть, это все похоже, да? Но если мы будем тянуть вот так, начинается что? Начинает предплечье перегружаться. Включается. Предплечье включается, включается бицепс. Включается бицепс, включается дельта. Сюда. И нас начинает стасить вперед. И это совсем другое движение. И нам простым хватом сделать становую тягу технически будет неправильно. На маленьких весах еще, может быть, мы выдержим, потому что кисти еще будут держать. Если уже начнем добавлять, соответственно, ну, это я должен вам об этом сказать, ничего получаться не будет. Следующее. Значит, используем лямки. Я специально взял вот эти вот лямочки и сегодня кому-нибудь их подарю. Что мы делаем? На что обращаем внимание? Ну, вот как с оружием, допустим, да? Вот начинает лежать, лежит пистолет. Лежит пистолет, лежит в сторону, там, где нет никого, да? В стену или в сторону мишени, да? Вот берем пистолет, палец должен быть вот так, взял, разлетел, посмотрел, похолостил, стрельнул в сторону, там, где никого нет. Опять поставил, все, посмотрел, вывел, все, и начинаешь стрелять там, так, так. То есть и здесь такие же элементарные вещи я должен говорить. Первое. Подход к штанге. Это очень важно. Потому что как ты начнешь, так ты и закончишь. Вот. Как ты начнешь, так и закончишь. Мы к штанге подходим, все зависит от орфометрических данных человека, но в этом случае зависит от роста. Допустим, если я высокий, то я беру, я стою к штанге вот на три пальца. То есть вот так. Кто-то пониже меня, тот, соответственно, берет вот так. Но самое главное, что у нас должно быть. Вот я подхожу вот так. Вот. Все, я встал, подошел. Начинаю я движение с того, что Некоторые начинают сувать колени, колени, и гриф покатился. Гриф должен стоять на одном месте. Гриф является вашей мамкой. Гриф является вашей мамкой, он является вашей направляющей. Если гриф остается на месте, и он никуда не катается, значит, вы все начали делать правильно. Ноги, положение ног не так, не так. Положение ног четко правит прямо. Я не вижу здесь слишком пузатых мужиков, кроме меня, которым нужно выпустить живот сюда. Взять того же Брайна Шо или Эдди Холла, да, они ставят ноги широко, потому что им нужно выпустить сюда живот. Но чем меньше окна вот здесь, тем правильнее ее делать. Ты должен быть весь собран. Ты должен весь находиться ближе к точке опоры. Понимаете, о чем я говорю? Однажды на семинаре, даже не однажды, на семинаре, один парень накачанный, это в Казахстане было, один здесь, в Москве, накачанный, здоровый парень, я его выставляю в углы, он начинает делать, говорит, а почему так легко? Я не чувствую ничего. Я говорю, а что ты должен чувствовать? Он говорит, памп. Я говорю, подожди, мы пришли поднимать или качаться? Я его выставил в нормальные углы, он говорит, я не чувствую уж... Вот в том-то и дело, что когда вы ничего не почувствуете, значит, вставили... Вот грубо, поднимал ты 200 раньше килограммов? Например, поднимал, допустим, в становое 200, потом тебя поставили в такие углы, я тебя поставил, и ты стал поднимать ее легче. Ты такой, опа, что-то произошло. Поэтому мы всегда должны быть сооткомпонованы, мы должны стараться быть вокруг вот этой точки опоры. Вот здесь, вокруг той. Точка опоры – это штанга. Все вот эти наклоны – это сразу же перераспределение нагрузки. Это идет нагрузка полностью на спину, геометрической прогрессии. То есть вам нужно очень немного химии сажать, или надо быть слишком одаренным для того, чтобы тянуть вот эти максимумы вот так вот. Мы обманываем штангу. Это плоскость А, это плоскость Б. Мы должны быть все плоскости Б, таз, колени, колени, чуть-чуть, вот в старте над грифом. Процентов 85. Для чего 85%? Потому что первые 10 сантиметров снимает квадрицепс. Не спида. Нога начинает задавать ритм становой тяги. Поэтому, что происходит? Опускаться, повторяю, опускаемся не за счет сгибания коленей. Опускаться начинаем с отвоза таза назад. Вот так. Вот. Вот вяжемся. Конечно, лямочка не плагит. Вот, вот вяжемся, вяжемся. Все. Руки отдаем. Никаких прихватов руками. Руки полностью отдали, грудь держится вверх. И начинается съем с ног. Вот. Это ноги работают у меня. Вот ноги. Ноги и пошли стягивать на себя. Ты стоишь на пяточках. Как только я стою на пяточках, я весь вес штанги и себя тяну к точке опоры. Как только мы на носках, все, вес увеличивается. То есть нагрузка увеличивается у нас, спортсменов. И самое еще главное. Рывок начинается с виса штанги. Ну, с виса начинают рвать. То есть только неумехи начинают учить новичков рвать с пола. Начинается рывок настоящий. Первые азы с виса. Так и становая тяга. Она начинается с правильного опускания. Вот мы встали. Пошли. Смотрите. Я отвожу таз назад. Штанга пошла вниз. Чем я опускаю? Я опускаю ее ногами. Оп. Так же поднимаю. И так же я опустился. Сюда. Все. Прихватывание рук нет. Есть люди на кураже, когда. Сейчас я рекорд подниму. Вот он 200 подошел. Сделал правильно. Поставил 210. Видно, что он может это сделать 210. Но вот так куражнулся, что он схватился в нее руками. Схватился. Сюда опять включается предплечье. Включается бицепп. Плечо. Его вывело сюда. И он такой оп. И завис. И не поднял. Руки вот. Отдал. Грудь поднял. Кто скажет, как принимается прогиб в спине? Кто, допустим, видел мои видео, где я преподаю? Там на мультфильм. Он стоит. Приходит мужик, да? С кривой спиной. Взялся. Ему говорит. Прогни спину. Что он начинает делать? Он начинает делать. Поднимать лопатки. Вроде визуально он спину прогнул. Но это неправильно. Прогиб начинается с того, что ты поднимаешь грудь. Вот. То есть вот. Поднял грудь. От лопаток до поясницы ты получил прогиб. Вот и все. Есть спортсмены, которые поднимают с кривой спиной. Для них разгибатели являются большие группы мышц. И мышца стабилизатор. Это их пресс. То есть они упираются в пресс. И пресс не дает им сюда сломаться. Они за счет этого поднимают. Не буду скрывать, это спортсмен Константин Константин. Но их единицы. Этих людей, этих ребят единицы. Притом эти ребята поднимают в зоне риска все равно. Когда вот с кривой спиной. Наша задача сохранить позвоночник для жизни. Вот и все. Поэтому давайте я алгоритмы еще раз расскажу. Подходим к штанге. Недалеко. Потому что если мы встанем далеко, мы засунем сюда колени. Нам будет казаться, что мы над штангой. Так же мы не будем поднимать. Мы засунем сюда колени. Вот этого зигзага не должно быть. Углы должны быть раскрытые. А так получается вот острый угол. И еще вот острый угол. Два острых угла. И эти рычаги нужно разгибать. Понимаете? Поэтому ИЗ нужно минимализировать. То есть хотя бы один угол должен быть открытый. Это угол, голень, бедро. Вот так. И вот так спина по отношению к ведру. Понятно? Все. Это геометрия. Нам нужно обмануть штангу. Если вы думаете, что мы ее обманываем и мы не развиваемся, хрен от этого. Мы будем развиваться. У нас будет расти сила. Поэтому если у нас здесь желающие есть, а у нас желающие есть, мы сейчас посмотрим, что вы приобрели. Посмотрите. Сразу раз. И лямочку неправильная отделка. Смотрите. Я научу лямки делать. Как одевать. Вот смотрите, лямка. Вот это плоскость А. Вот это плоскость Б. Вот надо нам плоскость Б присоединить к плоскости А. Вот так вот. Понятно? Не вот так А к А. А к Б. Вот так. Видите? И вот она вот так одевается. И на себя закручивается. Посмотри. Вот. Нет? Вот. 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 Вот так. Давай. Почему еще, опять же, берем лямки используем. Потому что гриф толстый. Ближе подходи. Давай, все, буду молчать. Будем смотреть, что ты уяснил. Ну вот. Молодец. А еще, если, допустим, сделаешь, смотри. Чуть-чуть назад, смотри. Оп. И смотрите, вот руки еще. Вот. Вы когда начинаете, вот смотри, она у него немножко зависает. Не, нормально, этого хватит. Смотрите, у него немножко зависает. Руки тоже являются направляющими штанги. То есть, мы только сняли, и сразу вот этим движением старайтесь стягивать на себя. Не вот так, а вот так. Ближе к себе. К себе ближе. Вот так. Ниже. Вот так. Пошел. Вот. И так же в ноги. Молодец. Все. Плечо. Плечо, да. Если у вас корпус короткий по отношению к ногам, то плечо, оно над грифом. Если у вас, ну, туловище длинное, вообще должны его убирать, если честно. Потому что длинное туловище, это длинный рычаг по отношению к ногам. Вот этот рычаг не надо распределять сюда. Его нужно убрать сюда. Но плечо должно быть или над грифом, или сантиметров 10 за грифом. Это только плечо, и все, больше ничего. Так. Подошел ближе к штанге. Далеко стоишь. Еще. Еще вот так. Все. Вот смотрите. Смотрите. Вот мягенькая. Прям мягкая-мягкая задняя поверхность бедра. Задняя поверхность бедра должна быть... Задняя поверхность бедра должна быть натянута. Что у тебя получилось? Смотри. Вот встань. Что ты делаешь? Подожди. Встань, встань, встань. Я тебе покажу. Вот ты садишься вот так. Ты вот такой, да? Правильно? Ты вот так. Таз отводишь. Задняя напрягается вот так. Натягивается. Вот. Все. Вот ты должен быть. А ты сел, как тебе удобно. Нет. Вначале будет тяжело. Это как лук натянуть. Отпускать-то же легче же, да? То есть ты вначале натягиваешь, думаешь, ну, тяжело же, да? А потом раз отпустил. Так и здесь. Ты вначале тяжело. А потом, когда все правильно, ты делаешь, и все будет легко. Давай. А начинается все у тебя вот отсюда. У тебя кривая спина. Ты закрываешься. Соответственно, это все здесь. Как только ты поднимешь грудь, будет прогиб здесь. Напряжется задняя поверхность. Навыше таз. Навыше. Вот так. Вот. Вот она напрягает. Пошел. Все. Еще раз так же опускаемся. Вот так. Все. Пошел. Ну, все. Вот примерно. Ощутил? Да. Поляк, что он как? На заднюю поверхность бедра должна. Она определяет вашу готовность. Теперь, все, три. Грудь поднимай высоту. Вот твой угол. Все, пошел на себя. Молодец. Висит штанга. По бедрам веди. Вот снял и сразу же по бедрам веди. Пошел. Пошел. Вот так. Еще. Давай. Давай, давай, давай. Ноги. Пошел. Вот так. Понял, да? На пятку. Слышишь, сводился на пятку? Вот на пятке ты должен стоять. Это маленький вес. Большой будет, будешь думать, как же мне на пяточку стоять. Пошел на себя. Сразу же на себя. Пойдет. Вот это движение надо делать. Не надо. Ты просто встал и просто грудь вывел вперед. Пречами не заводи. Просто поднял грудь, плечи сами встанут куда-куда надо. Давай еще раз. Все, пошел. Давайте поплопаем еще одного человека, который понял. Есть кроссфитерская тяга. В принципе, и кроссфитерские есть рывки и толчки. Когда, знаешь, когда люди блюдят фигуру, когда они убирают живот сюда в себя и стараются его не выпускать. Ну, потому что это некрасиво. Я однажды вел семинар во Франции. И там пришел на мой тяжелатлетический семинар, пришел кроссфитер. И не один. И вот он прям такой, ну, деньги. Знаешь, вот его прям на обрялининой такой, загоревший, с прессом, все как надо. Но, сука, пришел поднимать штангу. Я ему говорю, красивый и сильный может быть только один у нас. Это Клоков, говорю. Я говорю, ты, говорю, давай потихонечку живот-то начинаем выпускать. Потому что он с таким вот животом пытается там брать на грудь, пытается делать рывки. Ребята, когда мы выпускаем живот, диафрагму расширяем сюда, во-первых, мы становимся здесь немножечко помощнее, пошире. То есть давление у нас создается. И зачем одевается ремень? Ремень у вас от грыж не спасет, от поясничных, от протрузии, от диффузии он не спасет. То есть кто-то думает, чтобы там спину не сорвать, чтобы-то еще там. Конечно, он помогает, он создает дополнительное давление в нижней диафрагме. Он дает дополнительную силу. Вот и все. Для чего нужен ремень? И чтобы кишки не расползлись, чтобы вы не получили грыжу или расхождение вот этой белой линии пресса. Поэтому одевается ремешок. Поэтому ремешок одевается и затягивается вот так сильно, когда у вас вот так все стягивается. Ремешок одевается так, чтобы у вас был ход для нижней диафрагмы. Чтобы вы были такой, как ступка, как дубок. Как говорил Василий Иванович Алексеев, чем больше хотел, тем больше пару. Серьезно говорю. И поднимал 257 килограммов. Это рекорд мира был, я не помню, по-моему, в 79-м году, что ли. Что-то такое. Ну, бородатый рекорд. Царство небесное Василия Ивановича. Поэтому мы стараемся. Вот ты берешь, как только начинаешь убирать сюда живот и стесняешься его пропускать между бедер. Пропускайте, живет живот между бедер. Вот сюда. Ложите. Даже у кого живота нет, поверьте, он будет. Спокойно. Спокойно. Выдохни. Все. Блечик не опустил. Грудь поднял. И потихоньку таз отводим назад. Отводим отверстия. Вот так. Все. Молодец. Пятерка. Знаете почему? Негативный подъем, он даже важнее, чем вот этот позитивный наверх. Негативный подъем, он тренирует мышцы-супинаторы, мышцы-стабилизаторы. Ты можешь быть вот таким и очень можешь быть сильным. За счет того, что у тебя сильные мышцы-стабилизаторы. Основной стабилизатор, повторяю, стабилизатор – это задняя поверхность бедра. Но внутри нас еще очень много-много разных таких мышц, которые делают нас сильными. Примерно, 2007 год, Гуамсан, чемпионат мира, Савицкос и я. Савицкос 175, я 141. На штанге 340 килограммов. Выхожу я, делаю 11 раз, мне просто не хватило времени. Выходит, выходит в Савицкос и начинает тоже это все делать. Разница, блядь, в 35 килограмм поднимаем те же самые веса. В чем секрет? Секрет в старой физиологической школе. Наверх и так же вниз, в те же углы. Я сегодняшнюю молодежь не понимаю штангистов, которые поднял и грохнул ее. Поднял и грохнул. Но это двоечники и лентяи. Да, ну вот по данным. Володь, можно вот сюда? Это вот директор парка, который нас сегодня приютил. Ребят, помогает нам очень сильно всегда. Вот, давайте ему поаплодируем. Блин, это директор парка, а я мастерюсь. Это не считается. Это не считается. Спасибо, что пришел. Братцы, у меня сейчас... Мне кажется, я тут подумал и решил, что правильно будет отдать спортпит парняге, который там уже делает, по-моему, пятую тысячу отжиманий. Но это невероятно что-то. У меня загибло клюда. И от Силорукова отдать призы парню, который ты будешь все ломать. Да у меня, ему не надо. Давайте от Силорукова. Можно? Где Силоруков у нас? Он в столбе встал и там застыл, по-моему. Мы найдем его сейчас. Мы сейчас... Подарки у меня. Вот нам надо дать вот этому парню. Да? Да, потому что он... Как сказать? Он самый неспособный из всей группы, но он сумел исправиться, что говорит об его усидчивости. Об его устойчивости и в его характере. Несмотря на то, что я на него орал, он все столько сделал. Молодец. Поэтому за это терпение нужно вознаградить его. Сейчас я принесу. Вот. Приобретем на часах или все время? Ремень начинаю одевать 70 кг. Для чего даже, знаете, бывает одеваешь его по какой-то причине начинает вот здесь где-то поддавливать что-то там, что-то начинает где-то... Все. Поэтому сразу же на маленьких весах ремешочек одел и уже привыкаешь вот этим поддавливанием. Все. Чтобы это тебя не вводило в какой-то ступор. Притом у меня уже 25 лет занимаюсь железкой. 11 октября это был этот юбилей. Жена мороженку подарила. А вот. До сих пор это происходит. По каким причинам, я не знаю. На ту же самую дырочку застегиваешься, подходишь, встаешь, мешает. А бывает подходишь, встаешь, не мешает. Поэтому одеваю. Ребята, как говорится, знаете, сколько я тренировался, да, сколько получал травм на таких килограммах, как, допустим, 150 килограммов в рывке или в подъеме на грудь. Когда уже международник, там, 240-250 толчок и 150 на грудь, раз, переводящую потянул. Понимаете? Здесь, когда мы занимаемся спортом, много факторов влияет. Плохая разминка, стрессовая ситуация до тренировки. Может быть, она накапливается в течение месяца. Там с подругой какие-то проблемы, да. Ты ходишь себе, гоняешь. А при этой, вот этой ситуации негативной, первое, что начинает уходить, это, вот этот стресс, это, это кортизол, это вывод из организма микроэлементов, там, калия, магния. То есть мышцы становятся хрупкие. Поэтому ваша стрессоустойчивость, мать, напрямую связана с дырочками на ремне. Поэтому ремень одеваем. Почему тяну с подставок? Потому что бывает, знаешь, есть какая-то усталость в ногах, например. Да, я понимаю, что лучше я поставлю сейчас чуть повыше и сделаю эту работу, которая у меня по плану. Вот по плану у меня 290 на 10, но я чувствую, что у меня ноги не работают, ноги у меня не в той кондиции. Именно тот старт. Но килограммы я должен идти выдержать. Я делаю, чуть поставочку поставил, сделал. И здесь хорошо, и здесь хорошо. И марганин сказал, спасибо тебе. Ты не отошел, практически не отошел от цикла тренировочного. Все. А при жиме на грудь можно подставку в кубики ставить? Ну, меньше был ход. Честно скажу, вот я видел тренировку Кирилла Сарычева, да, я с ним разговаривал. Нет ни цепей у него, ни резинок. 327 килограмм он жмет, да? 335 килограмм, ни каких-то брусков, ничего. То есть, ну это Кирилл Сарычев. То есть у него гантель, жим гантелей лежа, жим широким, жим узким, трицепс, бицепс, широчайший. Все. Вот его набор упражнений. Есть люди, которые это используют. Я честно скажу, это используется для тех, кто занимается экипировочным пауэрлипчингом и жимом лежа. Я не жимовик, мой лучший жим лежа 240 на тренировке, мне было 20 лет. Официально 230. Поэтому про жим лежа сказать я ничего не могу. Про приседания могу, про тягу, что угодно. Про рывок и про толчок, про силовой экстрим. Но жим для меня это такая... Черное пятно в моей, так скажем, физической форме. Вот. Итак, ну что, Саша? Давай призывушиться, парень. Давай. Про возраст меньше. Про возраст. Возраста нет. Не, не, не. С какого возраста вот подрастает поколение у нас? Его... Слушай, его самое главное... Вот его для чего? Его... Вот вы говорите, какой возраст? Его самое главное. Отвести от гаджетов... От видео. Его отвести от компьютера... Минимум, самый минимум мультиков, блядь. У ребенка должно быть детство, мультики должны быть. Разговора нет. Желательно... Раз... А что мы делаем, отводя его? Рисование, неважно, лепка, любое, что будет его развивать, его голову. Понимаешь? Самое главное развить в нем усидчивость и ответственность. А потом уже, ты говоришь, какой спорт его отдать? Да у нас, я тебе говорю, я спрашиваю, вот сейчас на семинары езжу, в хоккей кто играл? Половина в хоккей играли. Если в советское время, наше возрасте, спроси, мужиков, кто в хоккей играл, блядь, все поднимут. Кто в футбол, все. Меня на ворот оставили. Турник. Там защитник. Жирный был. Защитник. Вот защитник и на воротах. Поэтому наша задача сегодня для детей, для маленьких, просто их ограничить от всего вот этого, это уже победа. Ограничить его, конечно, можно, да хоть турниками, е-мое. Сам пошел, его с собой забрал. У нас Михаил Михайлович ограничен вообще всем, что угодно. Это тебе. Тебе это сейчас надо. Это тебе. Протеинчик. От души. От души, миша. Так. Для сушкарчика. Да, да, да. Сейчас, для сушкарчика, аминокислоты. Тут еще. Эль-карникин. То есть ты вообще тормозок у тебя. И это еще, вот там видишь, тебе всякие вкусности. Все, благодарю, Серега. Серега, благодарю тебя. Спасибо, ребята поддерживают нас. Да, да, обязательно. Вот как у тебя уже сделка. Сейчас? Да. 1600. 1600. Еще 1400. Мы продолжаем. Чтобы ты был человек хороший. Да. И чтоб тебе все нравилось. Чтоб тебе устраивало. Я вот знаю людей, алкоголиков, которые вот квасят конкретно, да, и в таких предсмертных бывают состояниях. Я говорю, ребята, ну прекращайте. Говорит, Миша, нам нравится это состояние. Я говорю, какой именно? Борьбы потом за жизнь. Понимаешь? И я ничего не могу сказать. То есть это психология, да? Понимаешь, да. И он мне говорит, ты знаешь, что алкоголики самые психически устойчивые люди? Потому что пережить, пережить состояние апсететного, ну, синдрома алкоголичества не каждый сможет. Кто-то вызывает скорую помощь, кто-то психушку, понимаешь? А эти люди сами как-то потихонечку выходят, потом будут, работают и зарабатывают миллионы, понимаешь? Поэтому я подвожу к чему, ешь ты, не ешь. Главное, чтобы ты человеком хорошим был, понимаешь? Можно быть зазож, понимаешь? Можно обивать святые места, да, и быть такой сволочью, знаешь? Вот и все. Поэтому надо быть нормальным человеком, который никого не осуждает, который, так скажем, в чужой монастырь со своим уставом не лезет. Все, подошли спросить, спросил ты меня, я тебе ответил. Я же не стал бы и не стал говорить, ребята, блядь, вегетарианство это говно. Кто считает, что это нет, тогда вы на моем семинаре не присутствуете. Нет, каждому свое. Нравится Алексею Воеводе, ни мяса не есть. Пускай не ест. Самое главное, чтобы, как говорится, человек хороший был, дай бог ему здоровья. Все. Сейчас выражу, скажем, Михаил Кагляев сказал, это не вегетарианство, блядь. И не приходи. Ну, из контекста выдерну, скажем, Кагляев сказал, вегетарианство. Ну, что ж поделать, это судьба такая, понимаешь. Вырос выше всех, там чуть-чуть на пол головы. Там сразу же заметили нас, сразу же через уличительное стекло начинают рассматривать. Ну, как бы, как говорится, а что я хотел-то? Я занимаюсь месяц пауэрлифтингом, полтора. Впервые в жизни начал, никогда не занимался. Полтора месяца мы делаем только подводку. Мне 27 лет, силовых упражнений на тягу не было вообще. Стоит ли, ну, скажем так, сменить тренера? В принципе, он хороший, мастер спорта. Что значит подводку? Подводка это идет, когда ты... Он меня хочет на первый старт выставить в декабре. Ты знаешь, лучше тебе скажу одну вещь. Не вернемся, а поднимем извечный вопрос единицы. Когда я говорю про 70% от 100, новичок поднимает руку и говорит, а как мне определить мои 70% от моих 100? Что делает, что должен сделать тренер, к которому пришел новичок? Он должен в первую очередь не нагрузить на него самую тяжелую штангу. Он его должен увидеть в нем именно те килограммы, те килограммы, на которых он делает правильно. В течение месяца, двух, трех, он его должен на этих килограммах подрессировать. Так, чтобы он мог сидеть за столом и написать ему план, выдать ему. Спортсмен ушел, начал делать тягу, и у него, у тренера, к нему нет вопросов. Вот когда ты начнешь делать технически правильно, тогда можно делать и подводку. И он, в принципе, по большому счету, можно на соревнования тебя не выставлять. Можно просто провести контрольную тренировку в зале. Но он хочет тебе сразу же, чтобы ты понюхал помост. Самое интересное, что когда есть допуск к видео, к информации, Кокляев поднимает так, Белкин поднимает так, Маланичев поднимает так, Сарычев поднимает так, Беляев поднимает так, Поздеев поднимает так. И у человека, как говорят, если ты будешь слушать чужие мнения, ты будешь похож на чужие мнения. И когда человек начинает постановку ног, как у Кокляева, съемка, как у Белкина, а окончание, как у Сарычева, то тогда вот ты, как тебя зовут? Саша. Саша, а фамилия? Корнев. Саша Корнев не будет Сашей Корневым. Ты должен быть Сашей Корневым. То есть он решит поднимать большие килограммы, все должны сказать, он поднимает так, Саша Корнев. Я поднимаю, как Саша, хочу поднимать, как Саша Корнев, а не как несколько людей. Ну, а как раз и надо будет с вашим. Смотри, ложись. Так, так, что делаем? Ассистент. Денис, Денис. Ребята, давайте, кто покрепится, зафиксируйте штук. Смотри, встанешь вот здесь вот, значит, смысл, я шею сюда лягу, а ногами буду там. И буду я висеть. Может, кто видел, мы с Мишей неоднократно трюков сделали. Кирпичку дать, а положите. А, да. Куда кирпичку положить? Да, не буду, да, да. Да, что ты ложись, давай, чувствуешь. Я тебе положу, что ты не будешь, товарищ. Куда, все, ты, вот, фиксируешься, вот так вот. Еще раз прошли, да. Один на губу, ввози на зору. На голове сегодня нет. Так, смотри. Миш, ты, ну, только никак, как это, в Красноярске. Что, все видели это, да? Смотри, я сейчас, если шея, это, я тебе буду говорить, ты мне будешь регулировать, чтобы я ровно. Миш, ты такой холодный. Давай, давай. Как айсберг в океане. Слушай, у тебя какая-то, ну, куточка на лицессе. На лицессе это, да? ОМОНовцы Ростовским подарили. Миш, че он летом. Он летомный, но он... Миш, он как положишь, дашь мне в русский два куча. Помнишь, Сергей Конович, два кладет, разбиваем, а потом два... В два сразу положим? Нет, по одному. А два сразу я сам себе положу. Саша, тяни живот. Я тебя все прохирую. Да нормально. Стоп, 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 может, ближе? Нормально сейчас. Вот она. Поближе, поближе, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так. Не спеши, Сань. Не суетись, все хорошо. Давай, все. Держите, держите, крепкая стулья держите, фиксируйте. Так, ты нормально? В руки, в руки мне. В руки дал, пожалуйста. Еще один. Фиксируйте, пожалуйста. Так, ставлю один, потом второй. Аккуратно. Да, Миша, а не начинай. По размеру нормально. Миша, работаем. Готов. Я сильно намерен. Разбил. Нормально, нормально. Так, немножко пора. Самое главное стулья держите. Все, покуха. Держим. Держим. Раз. Два. Ох, Миша, не приложил. Да, не приложил, аккуратно. Давай, давай, делай. Аккуратно. Хорошо, помогаем. Ну, делай это так. Объявление-то, говори, что... Объявление-то, говори, что... Объявление-то, говори, что... Так, не, все, все нормально. Объявление-то, значит, на главной цели, в районе обеда, там, чуть-то поточнее скажу у себя, все, как выложу. Вот. Будем разбивать максимальное количество кирпичей. Попробуем пятнашечку, а может быть двадцатку. Вот. Так же будут сантиметровые планки, но в руках я буду уже держать вес. Сейчас пока вес я держу по десять килограмм, что увеличивает мой вес. Вот я сейчас сто три килограмма вешаю, еще на двадцать килограмм. Вот. Ну, будут доводить до максимального вообще хочу пудовой гири. В идеале. Все, братцы, поаплодировали? Это будет фиксироваться. Данный трюк занесен в книгу рекордов Гиннесса. Мы его усложнили. И вот смешание будем фиксировать уже в российскую книгу рекордов Гиннесса. СНСПРУ. СНСПРУ. А когда, какого часа? Ваши двадцать восемь. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Сергей Николаевич, спасибо. У нас с обеда семинар. Спасибо. А двадцать восемь. Двадцать восемь. Воскресенье. Мы вас призываем к чему. Тут много ребят приехало со всей Москвы, из других городов. Отрывайте задницу, собирайте единомышленников. Собирайтесь по выходным. Строите площадки, там что-то делайте. Не будем сами делать, никто нам ничего не принесет, ребят. Что посеешь, то и пожнешь. Получил очень мощный заряд. Мишание, аплодисменты. Великий спортсмен и великий человек. Спасибо, братцы. Светку для троих глаз. Все, братцы. Сейчас беру. Сейчас разбег, штангу. Верните мне домой, подлецы. А там уже кого-то подрезал и попилил. Это неудобно, да? Всем привет. Сегодня на практике у нас есть призер, которому за рвение силы рукав подарили подарочки. И пару слов о том, что подарили. Значит, давай посмотрим. Сила хватает очень важная вещь. Вань, давай. Любите пожать всякие вещи. Да, собственно, здесь классические ручки, не сильно рифленые. Не создают дополнительных каких-то мозолей, которых и так, я думаю, у спортсменов много. Ну и, соответственно, закрытие. Прекрасный звук у эспандеров. Прекрасно закрываются. Да, собственно, здесь особенность в форме ручек. Ну, от названия торпеда. Такие имеют интересную форму. Без каких-то насечек, рифленностей. То есть их чуть посложнее держать в руке одновременно с этим. Тоже точно так же. Отлично закрываются. Это второй номер, 47 килограмм нагрузка. Прекрасный. Попробуй. Надеюсь, на пользу пойдет. Ну вот. Так что тягай. Спасибо. Был у меня один товарищ, но и есть. Это наш офицер Альфа в прошлом. И он мне начал рассказывать историю про кемп. Он в Паттайю ездил. Я как-то не особо поверил. Мы взяли путевку, как все. Поехали туда, в какой-то дорогой отель. Там остановились. И взял мотобайк. Начал кататься. Приехал и увидел прям деревню. Это было лет 14 назад. Маленькая такая деревня. Куры ходят. Разорванный ринг. Разорванный мешок. И стоят ребята вот такие. У них меня что поразило? Икры вот такие. Вот они худенькие сами. Они абсолютно атлетичные по сравнению с другими тайцами. Невероятной мощи ноги. И они били так, что меня просто это, честно говоря, парализовало. Потому что я смотрел, я не понимал, как человек весом 40-50 килограммов может наносить такие удары. Субтитры создавал DimaTorzok